На минувших выходных состоялся главный гастрономический праздник весны 2022 – Медиа-саммит, который проходил на летней террасе фуд-холла «Фудлайнер». В этом году я просто, ну честно, меня распирает от гордости, не сказать, что гордости, а от, наверное, счастья и удовольствия, потому что, когда мы начали делать городские праздники, мы столкнулись с тем, что у нас очень мало интересного стрит-фуда локального. То есть мы пока все в основном заимствуем, а хочется выращивать что-то свое. И вот практически весь фуд-корт фестиваля Мидии – это выпускники лаборатории гастрономических стартапов дальневосточной кухни. Этот проект был поддержан фондом президентских грантов, и мы несколько месяцев выращивали, ну не выращивали, а помогали ребятам вырасти. Жители и гостей города ожидали кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, выступления музыкальных групп, различные конкурсы и, самое главное, блюда из Мидии и других морских деликатесов. Почему мы пришли на данное мероприятие? Интересно, я знаю, каждый год проходит фестиваль, и почему бы не посетить его? Тем более такие разнообразные блюда. Я смотрю, здесь и узбекская, и японская кухня, и морепродукты, и Мидии. Я регулярно с женой хожу на фестиваль Мидии, мы и дома готовим Мидии, мы любим Мидии. Я пришла на это мероприятие волонтерам, я люблю помогать людям, и в целом я считаю, что это мероприятие очень интересное, ну, по стилю, не знаю, по оформлению и по идее. В диком восторге, можно сказать, потому что замечательная погода, красивое место, море рядом. Большое спасибо организаторам за интересную насосыщенную программу, за прекрасную музыку, вкусные Мидии. Все выходные на праздники работал фудкорт под открытым небом, где каждый желающий мог попробовать настоящий дальневосточный стритфуд от участников лабораторий гастрономических стартапов. Тигринное пинце, нямы с крабом, шашлычки с морепродуктами, медийные леденцы и многое другое. Мне очень нравится организация, потому что очень на профессиональном уровне все. Сами домики, брендирование, программа, много гостей, это очень классно. Мне нравится наш проект вообще, он про объединение людей, про праздник, про гостеприимство, поэтому участие в таких фестивалях, это для нас как бы и есть то, ради чего мы готовим свой плов. Чтобы приходило много гостей, чтобы они улыбались, чтобы они общались друг с другом без телефонов и просто ели вкусную еду, радовались. Проект просто спонтанно подумали, что почему бы снова не вернуть стритфуд в пинце на улице Владивостока, но уже в каком-то другом формате, чтобы сохранилась традиция, но поменялась немножко внешний вид, форма. И мы решили поменять внешний вид в виде тигра сделать, но внутри начинку оставить ту же, чтобы что-то из традиционного осталось все-таки в этом деле. Но спасибо менторам, это вообще они подсказали про этот проект. Присоединился к участникам праздника и глава города Константин Шестаков. По его словам, сегодня дальневосточная кухня становится инструментом регионального экономического развития. Для этого в Владивостоке проводятся крупные гастрономические фестивали, среди которых и фестиваль МИДИ. Радуют, что такие мероприятия выходят за пределы ресторанов и дарят нам уличные гастрособытия. Анна Дьякова, Тамара Чупахина, Денис Фадеев, Олег Завялов. Новости на Восьмом.